МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Диктант Победы помогает людям узнать больше о том, что было в 1941-1945 году. Юным жителям Ленинского округа вручили первые в их жизни паспорта. Я не капрен сомневаюсь, что впереди у вас большое, светлое, замечательное будущее. В кинотеатре «Искра» наградили победителей юбилейного 30-го окружного фестиваля «Веснушка». Прежде всего, педагог – это друг. Они не начальник, не прокурор, а адвокат. В Ленинском округе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Состоялась она уже в пятый раз. С каждым годом мероприятие вызывает все больше интерес у его участников. В этот раз в нашем муниципалитете «Диктант Победы» написали более трех тысяч человек на 17 открытых площадках. В Виденской школе номер 7 в патриотической акции приняли участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Это возможность такая где-то освежить, знания в памяти, посмотреть. Но для меня всегда самое главное было, я прекрасно понимаю, что, может быть, на все вопросы мы и не ответим, но это стимул для того, чтобы, вернувшись домой, открыть какие-то источники, ресурсы и освежить в памяти вот эти знания, понять эти вопросы и, в общем-то, восстановить события. «Я бы, честно говоря, порекомендовал, посоветовал каждому молодому человеку, подрастающему нашему поколению, поучаствовать, посмотреть свои знания, где-то выявить ошибки и их исправить». Многие отмечают, что написание «Диктанта Победы» – это не только дань уважения героям Великой Отечественной войны, но и повод лишний раз окунуться в историю своей страны и даже почерпнуть что-то новое. «Для школьников, для студентов и для взрослых будет над чем подумать после прохождения этого диктанта. Поэтому, я считаю, очень классная идея и пусть дальше она продолжается». «Из-за событий СВО и то, что тебя там ждут, может быть, где-то что-то там допустили ошибку, еще раз, пускай сильно не судят, да, у нас сейчас поставлена задача не допустить приближения врага на территорию Российской Федерации». Особое внимание к участию в патриотическом мероприятии у школьников. Одни готовятся к сдаче ЕГЭ по истории, другие просто изучают ее в свободное время. «Диктант Победы» помогает людям узнать больше о том, что было в 41-45 году, узнать больше о истории нашей Победы и о том, какие жертвы наш народ понес в результате этой ужасной войны. «Я считаю, что каждый гражданин должен знать историю своей страны, потому что если человек не знает прошлого, то у него не будет и будущего. Я историю влечен, действительно, собираюсь поступать на исторический факультет». Стоит отметить, что абитуриенты, которые правильно ответят на все вопросы, получат дополнительные льготы при поступлении в ВУЗы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Подростки, достигшие 14-летнего возраста в торжественной обстановке, получили самый важный документ гражданина России. Паспорта ребятам вручил глава Ленинского городского округа. Какие теперь возможности открываются перед школьниками, узнала Юлия Пагасьян. Коренная видновчанка, ученица 7-й школы Дарья Тарабрина, сегодня волнуется. Не каждый день девушке приходится получать главный документ гражданина Российской Федерации. О перспективах, которые перед ней открываются, пока не думает. Ждет окончания учебного года и строит планы на лето. Готовы путешествовать, отдыхать, гулять. Еще больше переживает мама школьницы, Ирина. Потому что сразу, а в Москву можно выезжать? А это кредиты, а это своя личная карточка, а это то, это все. Ну, миллион сразу вопросов. Сейчас нас, наверное, как родители, главное донести, что ты вроде как и взрослая, но еще нужно побыть, где-то спросить разрешения и где-то как минимум посоветоваться. Первый, самый важный и возлагающий большую ответственность документ этим ребятам вручал лично глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, который отметил, что несмотря на очередной этап взросления, виновники торжества по-прежнему дети. И этим беззаботным временем надо воспользоваться с умом. Впереди у вас 92 пронзительных, счастьем наполненных каникулярных дня. Вот я хочу пожелать, чтобы в эти дни вы нашли все-таки возможность что-то почитать. Сейчас информационное пространство дает мне ограниченные возможности учиться, познавать что-то новое. Чтобы вы смотрели по сторонам, впитывали лучшее, набирались сил для нового учебного года, чтобы только-только радовали своих родителей, радовали своих близких. Я ни капли не сомневаюсь, что впереди у вас большое, светлое, замечательное будущее. Выдавать паспорта в торжественной обстановке стало традицией. Получить документ из рук главы округа – особая честь. Сегодня ее удостоилось шестеро ребят. Юлия Пагасьян, Сергей Лаин, Гульнара Балаева. Видное твое. В Видном прошел семинар по технологии получения государственных субсидий и грантов, направленных на поддержку и реализацию научных, медицинских, социальных, образовательных или художественных проектов. В мероприятии приняли участие предприниматели, представители муниципальных учреждений культуры и некоммерческих организаций. Своим опытом с собравшимися делилась член экспертного совета Комитета Государственной Думы по молодежной политике Луиза Гагарина. Прежде всего она рассказала о собственном опыте получения различных грантов и субсидий. За более чем 20-летнюю деятельность она реализовала десятки различных социальных и культурных проектов. Все мои проекты, они открыты. Открыты и для вас, и для нас в том числе. Потому что у вас свои возможности. Я поговорила с вашими коллегами, с некоторыми, и поняла, что вы, наверное, самые перспективные. В настоящий момент в России действует несколько государственных и частных фондов, которые финансируют различные общественно значимые инициативы. Но получить в них гранты и субсидии – дело довольно трудоемкое, требующее определенных знаний. Главная ценность этого семинара – возможность получить совет грамотного специалиста. Мы хотели бы услышать в настоящий момент, что можно СП придумать, потому что мы никогда не пользуемся государственными деньгами. Сон культурных инициатив. Открывайте кабинет, регистрируйтесь и изучайте сайт, что там есть. И открывайте, смотрите проекты. Мероприятие было организовано Ленинским отделением торгово-промышленной палаты Московской области и проводилось при поддержке администрации округа. В кинотеатре «Искра» состоялся финал юбилейного 30-го окружного многожанрового фестиваля детского и юношеского самодеятельного и художественного творчества «Веснушка-2023». В этом году в нем приняли участие почти 3000 юных талантов. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Художественное слово, вокал, хореография, театрально-цирковое искусство, декоративно-прикладное и художественное творчество, медиа и шахматы. Фестиваль «Веснушка» вот уже 30 лет объединяет самых талантливых детей и подростков муниципалитета, победителей девяти жанровых конкурсов. В этот юбилейный год в нем приняли участие почти 3000 юных дарований. Я сейчас удивилась и порадовалась, насколько профессиональны работают, насколько они интересны. Значит, я так у меня мысль промелькнула, что дети талантливые, дети умнее. Что это? Педагоги более профессиональными стали вот за 30 лет. Воспитанники 35 образовательных организаций и творческих студий со всего Ленинского городского округа продемонстрировали перед строгим жюри свои таланты. В итоге в финал удалось выйти более тысячи мальчишек и девчонок. 150 из них завоевали гран-при. С художественными и декоративно-прикладными работами победителей можно было ознакомиться в холле кинотеатра «Искра». Среди учеников из-за студии «Живопись» Центра детского творчества «Импульс» высшую награду получили три человека. Советовался с преподавателем. Он мой наставник, прекрасный человек Анатолий Владимирович. И не прогадал. Прежде всего, педагог – это друг. Они не начальник, не прокурор, а адвокат. Поэтому мы как друзья в студии. И мы говорим на любые темы. Конечно, искусство связано прежде всего с жизнью. Поэтому прежде всего искусство отражает внутреннее мироощущение окружающего мира. Воспитанник из-за студии «Живопись» Георгий Постников получил гран-при за мастерски выполненный портрет маршала Жукова. Самые тяжелые были медали. На них ушло очень много времени и нервов. Ну, месяца три, наверное, ушло только на медали. Три месяца проработка лица, рук и всего остального. А обладательница гран-при за работу «Дорога в закат» Вероника Карпова рассказала, каким в ее понимании должен быть настоящий художник. Настоящий художник должен уметь подавать свою идею. То есть не брать в кого-то, а именно подавать свое что-то. Должен это раскрыть и как-то показать то, что обычные люди не видят. Потому что есть некоторые вещи, которые обычно не замечаются. Но на самом деле они очень красивые. По традиции в Большом концерте фестиваля «Веснушка» приняли участие обладатели гран-при и лауреаты первой и второй степеней. Стихи, песни, танцы, акробатика, театральные миниатюры – ребята выкладывались на сцене на все 100%. Ну, а зал встречал победителей этого года бурными овациями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнар Валаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.